Всем привет! Сегодня речь пойдет о пистолете Грач, который является полуавтоматическим пистолетом российского производства. Поступает для органов МВД и армии Российской Федерации под индексом ГРАУ-6П35. Пистолет разработан в начале 1990-х годов Владимиром Александровичем Ярыгиным. Конвейерным производством пистолета занимается Ижевский механический завод. История создания пистолета Ярыгина начинается в 1990 году, когда оборонное ведомство страны устроило конкурс на пистолет, превосходящий по характеристикам знаменитый пистолет Макарова. Программа, по которой создавалось краткоствольное оружие для отечественной армии, называлась Грач. В январе 1991 года военными и органами МВД было разработаны тактико-технические характеристики для нового пистолета. Оружейникам предполагалось использовать при создании пистолетов штатные патроны ПМ-9х18 мм и ТТ-762х25 мм, которых было полно на армейских складах. Военные предложили создать модульные пистолеты, быстрая переделка пистолета с калибром 9х18х762 и наоборот. К конкурсу по созданию нового пистолета был подключен Тульский патронный завод, который по своей инициативе создал три модели патронов с пулями повышенной пробивной способности. Согласно дополнительному техническому заданию, пистолет должен пробивать бронежилет Ж-81, войлок толщиной 10 мм и 25 мм сосновую доску. При этом калибре пули должны иметь характеристику убойно-останавливающего действия, как у патронов Кольт 11-43 мм. В конечном итоге для стройбы из пистолетов был выбран патрон 9х19 мм Парабеллум. В конкурсе по созданию нового пистолета для органов МВД и военных приняли три конструкторских бюро. СНИТОЧМАШ с пистолетом конструкции Сердюкова, ЦКИП ССО с пистолетом ТКБ-0220 конструкции Стечкина и Ежевский механический завод с пистолетом ГРАЧ-1 Зарочинцева, ГРАЧ-2 конструкции Ярыгина и пистолетом ГРАЧ-3 конструкции Шипакова. Полигонные испытания пистолетов для конкурса проходили с декабря 1992 по апрель 1993 года на полигоне Ржева. Ни один из представленных пистолетов не отвечал тактико-техническим характеристикам, которые были заявлены в техническом задании. Результаты конкурса были объявлены в 2000 году. Победу одержала разработка группы конструкторов во главе с Владимиром Александровичем Ярыгиным. Параллельно с пистолетом они создали новый патрон 9х19 7Н21. В 2003 году оружие, названное 9-мм пистолет Ярыгина, было официально принято на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации. В 2011 году под номинованием ГРАЧ-MR-443 начался его массовый выпуск Ежевским механическим заводом. Пистолет Ярыгина или ГРАЧ оснащен ударно-спусковым механизмом с автоматическим установлением курка на противоохранительный взвод. При изготовлении ствола используется нержавеющая сталь и производится хромирование его канала. Рама и затвор из углеродистой стали, щечки и рукоятки делаются из пластика. Размещение патронов в магазине двухрядное, заряжен пистолет Ярыгина или нет, легко увидеть по индикатору патронника, функцию которого выполняет выбрасыватель. Защелка магазина располагается слева, но стрелок может самостоятельно переставлять ее на другую сторону. Предохранитель флажковый. Двухсторонний. Такое устройство пистолета Ярыгина рассчитано на стрельбу с правой либо с левой руки по выбору пользователя. Для прицеливания в конструкции имеется мушка и целик, ласточкин хвост, в которых есть белые вставки, помогающие целиться быстрее и проще при плохой освещенности. Глушитель стандартной комплектации отсутствует. Принцип работы пистолета Пистолет Ярыгина работает на основе отдачи затвора при коротком ходе ствола. Они сцепляются передней поверхностью окна для отражения гильзы, расцепляются с использованием кулачкового паза на муфте. Выстрел осуществляется мощным выталкиванием пулей из ствола давлением пороховых газов, образующихся после воспламенения пороха от удара бойком по капсуле патрона. Ствол и затвор в этот момент движутся назад, затем расцепляются и последний передвигается назад один. Через тягу окно удаляется отстреленная гильза, после чего он перемещается вперед, снова ставя на боевой взвод курок, извлекая из магазина патрон и отправляют в патронник. Опять сцепляется со стволом и оба возвращаются в исходное положение. Тактико-технические характеристики пистолета Калибр 9х19 мм пара Бейловн Длина 198 Высота 145 Ширина 38 Вместимость магазина составляет 18 патронов Масса пистолета с магазина без патронов составляет не более 950 грамм Число нарезов в канале ствола 6 Вес одного патрона 9,5 Длина патрона 29 на 7 Боевая скорость составляет 35 выстрелов в минуту Начальная скорость полета пули 465 метров в секунду Патроны пистолета Ярыгина Российские патроны 9х19 создавались в 1990-х годах с целью повышения возможностей личного оружия, нападения и защиты. Они выполнены в габаритах стандартного пистолета патрона НАТО Имеет такую же внутреннюю баллистику и предназначен для стрельбы из пистолетов Ярыгина и ГШ-18, также пистолет пулеметов На сегодня имеется две модификации патрона Патрон с пулей с остальным сердечником 9х19ПС 7Н21 И патрон с пулей повышенной пробиваемости 9х19ПБП 7Н31 Неполная разборка пистолета Ярыгина Отделить магазин пистолета, проверить отсутствие патрона в патроннике, для чего выключить предохранитель Повернуть флажок вниз, отвести рукой затвор в заднее положение, осмотреть патронник Отпустить затвор и произвести контрольный спуск курка с боевого взвода Отделить замыкатель от рамки, для чего с правой стороны пистолета Выткнуть Яго и взявшись пальцами у стержня замыкателя с левой стороны пистолет вынуть из отверстия в рамки Отделить затвор со стволом, перемещая по направляющему рамки вперед Отделить ствол со штоком и возвратной пружиной от затвора для чего Взявшись за выступающую часть муфты, повернуть ствол с перемещением Яго вперед До выхода к казенной части за досылатель затвора и отделить ствол со штоком и возвратной пружиной Отсоединить шток и возвратную пружину от ствола. Основные части и механизмы пистолета Ярыгина. Рама со спусковой скобой и ударно-спусковым механизмом предохранителем и защелкой магазина. Затвор с ударником, прицельными приспособлениями и выбрасывателем. Ствол, возвратная пружина, шток, замыкатель, рукоятка, магазин. В числе достоинств пистолета Ярыгина выделяют использование нового патрона, характеризующегося гораздо лучшими пробивными и останавливающими свойствами, чем боеприпас Макарова. Увеличенная вместительность магазина, меньшая отдача и уменьшенный подброс при выстреле, лучшая точность стрельбы на вскидку, облегчение прицеления благодаря большому размеру мушки и солидной длине паза целика, который снижает влияние на глаз стрелка бликов. В то же время и недостатков называют большое количество. Прежде всего он неудобен тем, что обладает гораздо большими габаритами, чем ПМ. Громоздкость усложняет скрытое ношение, а большая масса обременительная. Справедливые нарекания вызывает рукоятка Ярыгина. Некомфортно для руки стрелка из-за излишней угловатости. Скрытость курка с боку при отсутствии механизма безопасного спуска не позволяет вручную переводить курок в переднюю позицию, что существенно усложняет применение пистолета Ярыгина в условиях реального боя. Аналогично влияет и необходимость вручного управления предохранителем. Если вам данный пистолет понравился, то его можно затестить в игре Escape from Tarkov, в которой пистолет представлен достаточно точно, исторически достоверно. Представлен в последней своей модификации, на которую возможна установка уже ЛЦУ, фонарей. Правда, возможности по кастомизации еще не настолько большие, как у некоторых иностранных пистолетов. Но при этом пистолет достаточно хорош. В игре с ним можно вполне неплохо играть, несмотря на то, что это пистолет и является начальным оружием. Но уже радует то, что российское оружие представлено в игре. Конечно, правда, разрабатываемое российскими разработчиками. Но все же. Значит, пистолет не настолько плох, что ему было уделено такое внимание. И в качестве примера дальше будет несколько нарезок видео, как в общем в игре играется с пистолетом. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Дальше будет еще интересней. Оставляйте свои пожелания под видео. И всем спасибо. Всем пока. На парковку под ИДА. Снова с одного выстрела ликвидируем дикого. Ну, тут появляется на горизонте еще один дикий. И с одного патрона побороть его не получается. Погибать он отказывается категорически. Пытаемся быстро поменять позицию. В этот раз ценного лута у нас немного, терять особо нечего. В этот раз заряжаем бронебойные АПшки. Всаживаем все обойму в бота, но бот отказывается погибать. Заряжаем рипы. И наконец-то нам получается одолеть бота. Пытем попадания в голову. И пойдем прямо на нашей стороне. И в связи с этим идем на парковку продолжать испытывать свою судьбу. Мы снова на рипах и снова испытываем проблемы. Дикий не собирается погибать. И дикий попался. Прям люто у нас. Активно отстреливается. Китает гранаты. Маневрирует. Маневрирует. Продолжение следует...